Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил тоже грустный вопрос, потому что он не общий, а тоже он от родителей. Что делать родителям, чьи дети хотят поменять пол или стать геями? Нужно понимать, что ребенок, тоже это надо смотреть, тоже возраст ребенка, потому что одно дело взрослый человек, другое дело человек подросток, третье дело есть человек, ну правда там еще такого отроческого возраста. И во всех этих ситуациях движения родителей должны быть разными. Надо помнить, что когда ребеночек рождается, его крестят, ему постригают волосики, это знак того, что его свободная воля ограничена, ограничена волей родителей. И он растет, 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 и все у него больше своей свободной воли и все меньше доли подчинения родителям. Но она сохраняется, сохраняется до тех пор, пока человек полностью не становится самостоятельным, сам уже устраивается на работу, создает свою семью, то есть уже живет самостоятельной жизнью. Уже в такой ситуации родители ничего диктовать не могут, а только могут советом, своей любовью помочь. Если ребенка начинаются до подросткового возраста такие позывы, то прежде всего нужно родителям посмотреть, что в вашей семейной, родительской жизни не так. Потому что маленькому ребенку такое может в голову в принципе прийти, помимо того, что он где-то такую идею подчеркнул, только на фоне каких-то переживаний, на фоне отсутствия точки опоры. То есть надо смотреть, может, да, о ребенке вроде заботишься, но наоборот его чересчур балуешь. Или нет, о ребенке заботишься, но не балуешь, а нет, он у тебя постоянно по сторонке ходит, ты его муштуруешь. Или наоборот, ты берешь разные противоположные ситуации. Ребенок в ситуации гиперопеки, что ты его вроде не муштуруешь и не балуешь, а вроде целиком с ним, но нет, ребенку надо как самостоятельной жизнью жить, уже иметь возможность чуть-чуть время самому провести, а там мама или папа постоянно над ребенком нависают. Или наоборот, ситуация другая, что нет, не до ребенка. Ребенком занимаются только бабушки, няни, и это такая ситуация даже, увы, бывает в семьях, которые кажутся, вот, ну там-то-то все хорошо, должно быть много денег у людей, нет, люди порой, папа, мама занимаются бизнесом и тоже не до ребенка. И ребенок, он вот не видит этих семейных ролей, и тоже из-за этого у него какое-то вот смешение в сознании происходит. И то же самое бывает, что нет, вроде какая-то нормальная ситуация, но тоже отношения, не видит любви между мамой и папой, даже если постоянно ссорятся. Или постоянно время раздельно проводят. Ну, даже вот, вроде и не, друг на друга не кричат, один в одну комнату ушел после работы, другой в другую, тоже не проводят. И ребенок как-то между ними. И уж тем более самое парадоксальное, это когда там мама одной ребенка говорит, папа другого, и друг на друга ребенка перетягивает. То есть, на самом деле, то, что я описал, это, в принципе, лучше обратиться к психологу, потому что это, ну, по сути, такая психологическая травма для ребенка. Эти же все критерии, они могут относиться и к тому, что с ребенком происходит в подростковый год. Но там добавляется уже большая свобода души. Потому что если до этого можно, правда, ребенка чуть-чуть вот в этом плане ограничить силой воли, и уже после этого начать работать над собой, над тем, что вот я описал, над какими-то недостатками своей семейной жизни, тоже с очень важной правкой. Потому что даже если кто-то там, супруг-супруга, не готов меняться, значит, оставшийся родитель должен работать за двоих. С тобой отношения не выстраивает другой супруг, не очень нормально, ты все равно показываешь ребенка, как ты любишь, ты заботишься. Там вообще семья в разводе, да, значит, нет стараться, чтобы тоже там, ну, вот с мальчиком, особенно, чтобы не только были тетеньки вокруг, от которых он будет бежать в мужскую компанию, искать мужскую компанию, увы, не бравых десантников, а отнюдь не десантников, как бы сказали, да, чтобы рядом кто-то был, там, дядя, дедушка, да, крестный, кто-то, вот кто тоже может какой-то мужской пример показать. В подростковом возрасте уже нужно, конечно, чуть-чуть иначе себя вести, потому что здесь надо ценить то, что ребенок чем-то с вами поделился, или то, что вы случайно о ребенке узнали. Если ребенок с вами чем-то поделился, вот таким сомнением, говорит, мама, я хочу поменять пол, или мама, я чувствую, что я гей, ни в коем случае нельзя сказать, ой, какой ты плохой, надо сказать, я тебя очень люблю, я с тобой пройду эти искушения. Мы разберемся, не всегда то, что вот первая мысль, которая приходит в голову, она правильная. То есть надо окружить любовью, пониманием и уже дальше вместе с ребенком работать. И опять же вспоминаю, а что не так в семье, себя исправлять. Если же уже ребенок вырос, он взрослый человек, то тут уже и ничего не исправишь самому. Тут, конечно, можно только показать, что мы любим грешника, но ненавидим грех. То есть показать, я тебя очень люблю, ты мой сын, ты моя дочь, но вот твой выбор греха я никогда не приму, потому что он вредит прежде всего в себе. И всегда вот эту грань четко держать, никогда не сваливаться в ситуации в общении со взрослым ребенком, который там полу решает менять или решает вот как-то по пути нетрадиционной ориентации пойти, никогда не соглашаться, что грех это нормально, но и никогда не оскорблять, не унижать своего ребенка, а сказать, я тебя все равно буду любить. Буду любить, как мать, как отец, ты всегда для меня будешь кусочком моей души, который не вырвать. И все-таки для нас, потому что у нас закрадываются сомнения, ну если вот вроде так это все по любви, может это и не важно. Нет, Господь все-таки в самом начале всего библейского текста творит человека и говорит, сотворил Бог человека, мужчина и женщина сотворил их. Это полнота бытия, и ничего здесь дополнительно изобретать не надо. Субтитры создавал DimaTorzok